Конечно, норвежцы, они немного националисты, они огородили велодорожку еще вот таким вот забором. Норвегии, конечно, послали нафиг все эти права человека. Идем на мигрантов, у стен мечети курят траву и бухают. 10 500 лошадиных сил, кто-то сходил в туалет. Потрясающий памятник аквалангисту. Вот все красиво, это совершенно новая улица. Ну что, друзья, мы с вами в Осло, и сегодня целый день будем гулять по норвежской столице, смотреть, что нового они сделали. Осло очень интересный город, с одной стороны, он такой немножко провинциальный и не тянет на столицу. Здесь нет какого-то такого суеты, веселья, какой-то такой супер энергетики, которая иногда свойственна столичным городам. Осло, он все время находился на каких-то заборках. Он такой тихий, спокойный, уютный, но, тем не менее, здесь много есть классных всяких штук, решений, которые мы с вами сегодня и посмотрим. Например, крутейший район около центрального вокзала, который они построили. Это район Штрихкод, он строится уже довольно давно, и сейчас он уже практически готов. Там прокладывают новую трамвайную ветку, она интересна, мы ее посмотрим, потому что это, наверное, самая красивая новая трамвайная линия. То есть пока трамвайное движение открыли, откроют его вот-вот, но вот что круто, Смотрите, я не сделал такой зеленый коридор для трамваев, то есть тут газончик, где рельсы, такие вот деревья, цветы, кустики. Вообще, выглядит все просто роскошно, и скоро здесь пойдут трамваи. Очень-очень все красиво, это совершенно новая улица, здесь вот велодорожка, татуарчики, деревья. И, кстати, во многих этих домах сдаются квартиры через Airbnb, можно снять офигенную квартиру, я так снимал здесь. Поэтому, если поедете в Осло, я рекомендую в районе Штрихкод, в одном из этих современных домов снять квартирку, для того, чтобы понять, что такое современное жилье в Норвегии. Очень круто здесь проектированы дорожки, особенно, ну, всегда интересен узел, который с остановкой. Здесь вот дорожка, она заходит за остановку, да, чтобы когда останавливался автобус, никто никому не мешал. Так вот выглядит остановка автобуса, а по центру там остановка трамваев. Переходов пока еще нет, потому что трамвай не ходит. И, смотрите, вся остановка тоже будет заплетена какими-то растениями, бьющимися. А здесь, чтобы пешеходы не конфликтовали с велосипедистом, такой довольно сложный узел получился, потому что тротуар был узкий, они огородили велодорожку еще таким вот забором. Мне кажется, не самое элегантное решение, можно было бы получше продумать. Ну, хоть как, народ пока не оценил этого решения, и замысел архитектора остается без внимания. Повсюду у нас дикая природа. Норвежцы, они очень любят природу, и Норвегия в плане природы, наверное, номер один страна. Здесь везде есть инфраструктура, дороги, отели, рестораны. Такого вот захолустья, в нашем понимании, в Норвегии вы не встретите, у них все так равномерно распределено по стране. Ну и, конечно, при любой возможности они делают такие вот уголки дикой природы. Посмотрите, акации, и вот это вот все новые деревья. То есть, видите, сразу новая улица, и она уже вся в тени, тенистые деревья, и это очень круто. Здесь, конечно, у каждого дерева есть своя табличка, которая подписана, в том числе на русском языке. Глядичье, это трехколючковое. Здесь вот швартуется очередная какая-то большая яхта, и мы можем с вами наблюдать на одной из главных достопримечательностей Осло, это здание опера. Это потрясающее здание опера, с такими наклонными пандусами, на которых сидят люди, любуются красотой. Это вот современный центр Осло, вокруг много такого крутого жилья, я про него делал репортажи в блоге, кому интересно, посмотрите по ссылочке в описании. Кстати, здание оперы проектировало норвежское, самое известное норвежское архитектурное бюро, Снахета. Они очень крутые, и они сделали это здание опера, которое получило много наград, и что интересно, Снахету вы можете знать, например, по участию в проекте реконструкции Лубянской площади в Москве. Сейчас вы можете сказать, Илья, что же там такого, на Лубянке, в Москве, разве есть что-то удивительное? Здесь просто хочу показать вам проект, который первоначально задумывался, вот он, и посмотрите, что получилось. К сожалению, проект норвежцев был практически полностью зарублен, сотрудники ведомства знаменитого, находящегося на Лубянке, запретили там делать деревья, переходы, карусели, фонтаны и все остальное, что предлагали норвежцы. В итоге, у нас общественное пространство на Лубянской площади не получилось, а у норвежцев получилось, в самом центре Осло такая красота. Главная пешеходная улица, на ней у нас здесь расположены разные магазины, поставили какие-то непонятные палатки, в общем, есть над чем работать. Повсюду, кстати, вот такие вот огромные крутые клумбы с цветочками. Кстати, Осло становится все более и более пешеходным, здесь постоянно закрываются улицы, и вообще есть в планах в скором будущем весь центр города сделать без автомобилей. И вот всего сейчас на бывших дорогах стоят такие цветочные клумбы, ходят люди, и таких улиц с каждым годом становится все больше и больше. Что круто, это то, что в Осло, как и в других европейских городах, активно развивается прокат скутеров, много электросамокатов. Если у вас мало времени, вы сюда приехали, например, на один день или на полдня, то можно взять вот один из скутеров, и здесь очень много разных компаний. Смотрите, они так здесь все стоят, и быстренько-быстренько прокатиться и все посмотреть. Набережная, подземные мусорные хранилища, потрясающие фонари. Я думаю, если посмотреть на это сверху со спутника, то здесь будет какое-то оставленное послание. Ну, наверное, это общее пространство, как ты видишь, они не делают разметку, не делают знаки, и все участники дорожного движения должны договариваться. А у тебя есть приоритет, поэтому, когда ты на дороге не расставляешь сознательно приоритеты, то дорога становится безопаснее. Чем, например, если сейчас здесь присаживались сделать разметку и повесить знаки, здесь просто все будут гонять, херачить вперед, да, по пустой дороге широкой. А тут, видишь, они поставили лавочки, самокатики, велосипеды, и водители едут очень осторожно, поскольку они не понимают, что здесь происходит. А здесь вот они поставили такие деревянные лежаки. Это мы в порту, кстати, порт действующий, тут даже стоит какой-то военный корабль. Потрясающий памятник аквалангисту. Этот аквалангист прямо сейчас нырнет. Смотрите, вот красота, красота неописуемая. И если к нему подойти, то в его лице можно увидеть себя. Смотрите, кайф. Вот этот интересный хороший памятник, с которым хочется как-то взаимодействовать, к ним хочется подойти, сфотографироваться, а не эти бездушные истуканы, которых обычно ставят у нас. Здесь, кстати, недавно в Осло была программа, они расставят уличную мебель и элементы благоустройства. Какие-то они оранжевые. Видите, здесь, например, лавочка со столом. Ну, обычно всякие. Вот здесь вот лавочки, и там много разных лавочек, каких-то элементов. Получилось довольно мило. Так, а здесь, друзья, мы с вами подходим к супер-яхте. В порту в Осло была замечена такая вот невероятная, огромная и роскошная моторная яхта. Называется она Яс. И эта яхта принадлежит эмиру Объединенных Арабских Эмиратов. Хамдану бин Зайет бин Султан аль Нахаяну. Вот такая вот яхта. Что интересно, она построена из фрегата. Сам фрегат, с которого она была построена, он был построен голландцами в 1978 году. Находился сначала на службе ВМС Нидерландов. Потом его продали, в конце 90-х его продали в Объединенные Арабские Эмираты, где он уже находился на службе у арабов. И потом этот фрегат переделали вот в такую вот яхту какого-то очень странного дизайна. Мне это кажется некрасиво, но может быть я просто ничего не понимаю в супер-яхтах. Значит, длина этой яхты 141 метр. 60 человек на ней может отдыхать и наслаждаться жизнью. Экипаж 56 человек. Такая вот красота, мощность двигателей 10500 лошадиных сил. Слушай, еще вот эта вот гнутая. Я бы здесь вот эту сразу как пальму бы сделал. Такие пластиковые листья. Говно полилось, смотрите. Кто-то сходил в туалет, как у нас в поезде. Просто у них не висит объявление, что на станции санитарная зона тут у нас. О, хорошо отдохнули вчера. Ну что это такое? Ну я уверен, шейх здесь ни при чем. И эта команда в отсутствие, пока шейх уехал ходить по музеям, знаменитым норвежским музеям, команда решила нажраться и заблевать все. Владелец Валпини-2, это яхта Валпини-2. Она уже у нее не первая. До этого семья ходила на скромный 49 метровый просто Валпини, который приведет в 2014 году. Эта 18-го, это вообще прямо свеженькая. И вот ее только спустили, можно сказать, на воду. Значит, владелец пожилой и весьма практичный человек, сменивший за это время три яхты. Основной причиной того, почему он решил построить Валпини-2, стала потребность иметь на борту лифт, чтобы легко перемещаться между палубей. А ну понятно. То есть чувак купил в 2014 году себе яхту 49-метровую, но там не было лифта. Поэтому, чтобы с первой на второй этаж на лифте подниматься, пришлось новую яхту строить. Будучи родом из южного полушария, никто не говорит. Владелец Валпини-2 всегда стремился сбежать от тамошней зимы и предпочитает проводить много времени на своей лодке в северном полушарии. Когда здесь лето? Сейчас это самая настоящая семейная яхта, на борту которой часто бывают дети, внуки и друзья владельца. Так что с яхтами, друзья, у нас в Осло все хорошо. Видите, и арабские шейхи, и пенсионеры из южного полушария, таинственные. И вот сейчас здесь в порту тестируют самоуправляемые вот такие вот автобусики. Видите, он есть, даже перевозят пассажиров, они не тестируют. То есть здесь можно даже вот на нем будет прокатиться, осталось найти остановку. И вот такой вот красненький, маленький, едет без водителя, полностью автономный. Такие стулья, без сидушек. Стоят они здесь, это памятник евреям, которые были депортированы и потом убиты в лагерях смерти. Конкретно вот с этого места 26 ноября 1942 года 532 норвежских еврея были погружены на корабль и отправлен в лагерь смерти Аушвиц. Видите, они так раскиданы по газону, какие вот стоят. Некоторые одинокие стулья, некоторые двойные. Очень сильная эмоциональная тема, которая позволяет задуматься, как-то обращать на себя внимание. Собственно, что и должна вот современная скульптура, ту роль, которую она должна выполнять. А здесь, друзья, электробус, норвежский электробус с подзарядкой. Вот это такая вот зарядная станция наконечная. Потрясающей красоты электробус. Как мило, у них тут вот вокруг колеса такие вот щеточки, чтобы грязь с колес сразу отлетала. И мы сейчас идем на мигрантов. Вот за этим мостом начинаются мигранты. С мигрантами вообще в Норвегии особая ситуация. Как вы знаете, здесь Андерс Брейвик в 2011 году устроил теракт. Он расстрелял толпу подростков на острове. Также устроил взрыв в правительственном квартале в Осло. Это вызвало очень много споров, обсуждений относительно национализма в Норвегии. Потому что норвежцы считались такими идеальными. А тут оказалось, что самое крупное, вообще массовое убийство, самый крупный теракт в истории Норвегии совершил такой норвежский националист. Ну, кстати, относительно количества мигрантов. Здесь можно просто сказать, что, например, в 2015 году, когда в Германию приехал миллион беженцев, в Норвегию приехал только пять с половиной тысяч. Конечно, норвежцы, они немного такие националисты. Здесь много таких вот шуток, каких-то анекдотов, которые покажутся даже другому европейцу, они покажутся российскими. Здесь в местных журналах можно часто видеть какие-нибудь карикатуры на африканцев, на азиатов, где они такие показаны вот такими неприятными, плохо там образованными и так далее. В общем, есть ксенофобия в норвежском обществе. История с Брэвиком, она вызвала довольно сложное обсуждение в норвежском обществе, потому что были люди, кто, конечно, говорят, мы его обсуждаем, но, да, вот это вот, я не расист, но. Как обычно, самый-самый стиль он здесь. Где вы еще купите такой шикарный халат Гуччи Катя? Ты должна его купить, Apple, Gucci Apple. К сожалению, друзья, праздник шика сегодня не удается, потому что мои спутники слишком консервативны. О, здесь пакистанцы, смотри, здесь вот money transfer в Пакистан. Мечеть, это можно вот на хач, если кто-то собирается перевод денег. Здесь можно выпить кофе, я не уверен, что они будут рады женщине здесь, но, тем не менее, вот интересно, видишь, они женщине, манекену, они закрыли глаза. Ты думаешь, они почему это сделали? То есть, потому что на манекее не должно быть глаз? Слушай, ну тут, видишь, тут в основу такие вот индусы, они сирийцев приняли несколько тысяч, то есть, тут как бы так более-менее все спокойно. Но это Норвегия, тут таких проблем, то есть, это не Мальме, где мы были, и это там не Стокгольм, где там есть прям такие районы, куда вот какие-то вот no-go zones, там для полиции, куда они там не могут заезжать, в Норвегии, конечно, такого нет. А так здесь все было как везде, то есть, норвежские рестораторы, они кормили беженцев бесплатно, когда там те приезжали, всем поносили какие-то бутылочки. Еще, кстати, интересный момент, когда в самый разгар миграционного кризиса президент, есть такая вот международный ряд по правам человека, и президент сказал, что Норвегии должно быть стыдно, что она стоит в сторонке и никак не участвует в решении проблем беженцев, вот. Ну, то есть, не надо быть мудаками, а нужно всех принимать. Так что Норвегии, конечно, послали нафиг все эти права человека. Более того, чувак, который вот, председатель партии, в которой Бревик состоял, он вообще заявил, что Норвегию нужно брать пример с Австралии и просто запретить любых беженцев, и вообще беженцам нужно четко дать понять, что вот это вот прибыл на лодке и причалил к другому берегу и тебя все должны принять, такое больше не прокатит. В общем, район с мигрантами, он относительно такой небольшой. Здесь все очень компактно, тихо, мирно. Сюда можно смело приходить, выпить чаю в мечети, зайти в какой-нибудь турецкий ресторанчик. Не бойтесь, ничего страшного здесь с вами не случится. Я неоднократно проверял. У стен мечети вот эти вот чуваки уже в возрасте, они курят траву и бухают. То есть вот где это еще видно? Как в Нью-Йорке они боролись при Блумберге, как они боролись с преступностью, они что сказали? Ребята, значит, тема такая. Если у вас в районе происходит какое-нибудь там преступление, мы на это место ставим полицейский пост на месяц, и всех месяц ехнем. Если не хотите, чтобы мы к вам ссылались, у вас не должно быть преступления. Народ просто местный понял, да, что, конечно, соблазн у кого-нибудь отжать велик, или дать снежку где-нибудь на окраине Гарлема вон вели, но фонарик в жопе того не стоит. Кстати, что круто в этом райончике с мигрантами, это то, что здесь отличный шопинг и отличный кафе и ресторан. Потому что здесь можно купить нормальные фруктики, а не вот это пластиковое говно, как в супермаркетах. И здесь есть отличные турецкие рестораны. Вот, друзья, мы подходим с вами к рынку. Вокруг здесь уже выставилось модное жилье. Это вот пример джентрификации, когда в забытые богом районы никому не нужные приходят сначала, вот что-то реконструируют, потом сюда приходят такие хипсеры, потом растет цена на недвижимость. Видите, вот вокруг старого рынка никому не нужного. Его только в 19-м году реконструировали, а теперь здесь уже куча современного жилья. И вот такие вот велопарковки в виде пружинок гигантских здесь. Одна из подземных станций, откуда отправляются экспрессы в аэропорт. Билет до аэропорта из центра Осло стоит почти 200 крон. Вообще здесь все очень дорого, в том числе и экспресс. Зато добраться можно чуть больше, чем за 20 минут. 22 минут до центрального вокзала и 20, по-моему, 7 или 28 минут до театра. Самый центр города. Обратите внимание, что в отделке используются перфорированные панели. Такими вот рисунками, какие-то лица появляются, какие-то узоры. И это выглядит очень круто. Как обычно, цель моих путешествий это найти интересные решения, которые можно позаимствовать и применять потом в наших городах. Меня читатели иногда критикуют, почему в России я пытаюсь обращать внимание на всякое говно. А приезжая в Европу, я говно не замечаю. Ну, потому что это их говно, я думаю, они с ним сами разберутся. А мне, в первую очередь, в Европе интересные какие-то удачные решения, которые можно перенять и потом применять в России. С вас, ребята, лайк. Лайк за классный контент. Подписка, если вы спорта не сделали. И, конечно же, комментарии. Чтобы каждое видео, каждый ролик выходил в топ, как можно больше людей все это видео. Субтитры сделал DimaTorzok